В календарь Формулы-1 Гран-при Франции вернулся после годичного перерыва. И как вернулся? С неожиданной победой быков на территории Мерседеса. Притом обгон за лидерство случился аж на предпоследнем круге. Впрочем, обо всем по порядку. Максу Ферстаппину удалось удивить всех, взяв пол там, где серебряные стрелы всегда были впереди. А главный соперник голландца Льюис Хэмилтон довольствовался вторым местом на старте. Сам старт Ферстаппину удался, вот только после первого поворота ему пришлось уступить лидерство Хэмилтону. А дальше началась битва стратегий. Из-за ранней деградации покрышек команда пришлось невольно затеять интереснейшую тактическую борьбу. Развязкой стал второй пидстоп Ферстаппина, который засомневался, что сможет дотянуть до финиша на шинах типа Харт. В итоге, что Хэмилтон, что Боттос на старых покрышках за полтора круга до финиша гонки стали легкой добычей для Макса. Столь дерзкая победа быков шокировала Мерседес. А босс Рэдбула Кристиан Хорнер даже поспешил отметить, что его команда теперь готова побеждать везде. И похоже доминированию серебряных стрел действительно наступил конец. Ну а о гонке Никиты Мазепина скажем коротко. До финиша россиянин добрался последним, то бишь двадцатым. Его партнер по хаасу Мик Шумахер закончил гонку на ступеньку выше. Между тем, гоночный директор Феррари Лоран Микис заявил, что российский пилот Роберт Шварцман стоит первым в очереди на перевод из второй формулы в первую. «Мы в хорошем положении. Мик Шумахер прогрессирует. У Келлама Айлота будут шансы показать себя. А Роберт Шварцман – следующий в очереди», – заявил журналистом спортивный менеджер. Напомним, что 21-летний пилот программы «СМП Рейсинг» по итогам азербайджанского этапа занимает третье место в «Формуле-2». «Формуле-3» своими успехами нас радует Александр Смоллер. Так, на автодроме Полерикар во Франции гонщик, представляющий команду «СМП Рейсинг», стартовал только шестым, но совершив несколько красивых обгонов, первым увидел клетчатый флаг. Во второй гонке россиянин действовал уверенно, но без лишнего риска. Поэтому занял седьмое место, заработав четыре дополнительных очка. Ну а третий старт Смоллер закончил восьмым, пожаловавшись на отсутствие должного темпа. По итогам двух этапов Смоллер занимает в чемпионате шестое место.